Знания, понимания, умения, междисциплинарный печатный и электронный научный журнал Московского гуманитарного университета, которым освещаются фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук. Периодичность выхода – 4 номера в год. Главный редактор журнала Ильинский Игорь Михайлович, заместитель главного редактора Луков Валерий Андреевич. История журнала. Идея создания научного журнала на базе Московского гуманитарного университета вынашивалась многие годы. После получения вузом статуса университета началось активное притворение ее в жизнь. Предлагалось большое количество названий для нового издания. И.М. Ильинский выступил с предложением, чтобы название отражало концепцию, основанную на особой роли понимания в современном научном знании и в образовательной деятельности. Первоначальный вариант знаний и понимания был дополнен и в результате за журналом было закреплено настоящее название, которое впоследствии было осмыслено как атрибуция новой образовательной концепции, противостоящей распространенной триаде знания, умения, навыки. Таким образом, необычность названия связана с тем, что в нем зафиксирована ни область знаний, ни учреждения, издающие журналы ИЛТ и КТ, неотмечаемый или желательный социокультурный процесс или способ подхода к презентации исследования. В названии рассматриваемого журнала мы встречаемся с уникальным случаем. Представлена, сформулирована фундаментальная научная концепция, актуальная для многих гуманитарных наук. 23 января 2004 года журнал был зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации как периодическое издание, освещающее результаты фундаментальных и прикладных исследований в области гуманитарных наук. 16 февраля 2004 года был создан Институт гуманитарных исследований МОЗГУ, коллектив которого и взял на себя всю работу по подготовке издания. 10 ноября 2004 года был подписан в печать первый номер журнала. С 2005 годом журнал выходит ежеквартально. В 2006 году МОЗГУ при поддержке Российского гуманитарного научного фонда был создан информационный гуманитарный портал с одноименным названием. На ресурсе размещается цифровая версия журнала, а также электронная версия журнала с уникальным контентом. Новости гуманитарных наук. Анонсы научных мероприятий и другая информация для гуманитариев. 30 ноября 2006 года журнал был включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов изданий ВАК, в которых публикуются основные научные результаты диссертации на соискании ученой степени доктора и кандидата наук по специальностям психология, педагогика, филология, искусствоведения. 24 апреля 2008 года издание было включено в перечень ведущих рецензируемых научных журналов изданий ВАК, в которых публикуются основные научные результаты диссертации на соискании ученой степени доктора и кандидата наук по специальностям психология, педагогика, филология, искусствоведения, философия, социология и культурологии. 5 мая 2008 года журналу был присвоен АССН-1998-9873. 8 мая 2008 года журнал был включен в российский индекс научного цитирования 5 марта 2010 года. Решением Президиума Высшей Аттестационной Комиссии Миноборнауки России от 19 февраля 2010 года Номер 6 шестых журнал был включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов изданий 27 сентября 2010 года. Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов изданий, в которых должна быть опубликована основные научные результаты диссертации на соискании ученой степени доктора и кандидата наук. 8 апреля 2011 года информация о журнале была включена в Ул-Ричис периодикал с директорией 17 июня 2011 года. Издание включено в перечень ведущих рецензируемых научных журналов изданий, в которых должна быть опубликована основные научные результаты диссертации на соискании ученой степени доктора и кандидата наук. 25 мая 2012 года журнал был включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов изданий, в которых должна быть опубликована основные научные результаты диссертации на соискании ученых степени доктора и кандидата наук. Редакции 2012 года, 19 мая 2014 года, издание было включено в перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должна быть опубликована основные научные результаты диссертации на соискании ученых степени доктора и кандидата наук. 1 декабря 2015 года, журнал был включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должна быть опубликована основные научные результаты диссертации на соискании ученой степени кандидата наук. На соискании ученой степени доктора наук по следующим группам научных специальностей. 09.00 часов философские науки 23.00 часов социологические науки 24.00 часов культурология. Руководство Доктор филологических наук Доктор философских наук Доктор философских наук Доктор культурологии Доктор философских наук 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 Электронные библиотеки Киберленинка, Google Шуларт Кроссерф, а также в Сидфактор. Информация о журнале ежегодно отправляется в Улричис периодикал с директорией. Некоторые номера доступны в проекте из Суруск. Статьи электронной версии журнала регистрировались в реестре электронных научных изданий в ГУП НТЦ «Информрегистр» с 2011 годом. До момента прекращения работы над проектом 1 ноября 2012 года известные авторы. Среди авторов и респондентов журнала в разные годы были такие известные фигуры, как философ и логика Азиновьев, физик и телеведущий С.П. Капица, математик Академик Ран Юй Журавлев, физик-член Президиума Ран Г.Месяц, экономист-академик Ран Никипелов А.Д. Государственный деятель Г.А.Д. Юганов Э.Д.Р. Среди постоянных авторов издания – директор Института философии Ран Академик Рана А.Гусейнов, директор Института психологии Ран, член-корреспондент Ран Э.Журавлев, ректор МОЗГУ, профессор М. Ильинский, профессор А.Вал А.Луков В.Л.А.Луков В.А.Межуев, член-корреспондент Ран Б.Г.Юдин. География авторов издания обширна. В 30 номерах были опубликованы статьи авторов из 28 стран мира. Основные рубрики «Актуальный вопрос. Война и мир. Высшее образование для XXI века. Государство и гражданское общество. Политика, экономика, право, гуманитарная экспертиза, гуманитарные науки, теории и методологии, интеграция науки и высшего образования, мониторинг. Научный потенциал образования и образованный человек в XXI веке. От теории к практике. Проблемы понимания. Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения. Религия, культура, образование, рецензии и аннотации. Человеческий потенциал. Энциклопедия гуманитарных наук. Адрес 111 395 Москва. Улица Юности. Дом 5. Корпус 6. Институт фундаментальных и прикладных исследований.